Ремонт Наш новый объект находится прямо в центре краевой столицы. Это Гурсуп, первый в Барнауле гастробар. Небольшое помещение рассчитано на 20 посетителей. Серый пол, белые стены и никакого декора. Срочно нужно что-то менять. Задача нашего дизайнера Виктории Черноусовой – внести в интерьер как можно больше красок. Ведь на дворе лето, а в Гурсупе словно затяжная зима, холодная и неприветливая. Виктория Черноусова – выпускница Института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета. Руководитель дизайнерского отдела крупной проектно-строительной компании «Орхидес». Проектирует стильные и многофункциональные интерьеры. На ремонтные работы у нашей команды не так много времени. Всего за неделю мы планируем преобразить пространство. При этом заново укладывать плитку, заливать пол или красить стены не будем. Секрет в декоре. Светлые тона интерьера позволят смело экспериментировать с ним. В центре нашей будущей измененной комнаты появится надпись «Гурсуп». Основу под нее для нас изготовит рекламная группа «Технология». Для начала нужно обсудить, как будет выглядеть фигурное изображение. В нашем случае дизайнер предложила взять за основу логотип гастробара. С помощью фрезерной резки по пластику надпись «Гурсуп» изготовит буквально за полчаса. Чтобы не терять времени, дизайнер Виктория сразу же отправляется за материалами в интерьерный салон «Верде Декор». Здесь есть все для красивого, качественного, а главное – эксклюзивного ремонта. Новейшие коллекции обоев, ткани для шторы и мебели, популярная лепнина из полиуретана и гипса, напольные покрытия, люстры, интерьерный декор и стабилизированные растения. На последних мы и сделаем акцент. Десять лет назад норвежские художники впервые решились украсить квартиры в эко-стиле. С тех пор он каждый год набирает все большую популярность. Мох на стене – это не только модно и красиво, но еще и полезно. Растение благотворно влияет на нервную систему и не вызывает аллергии. Перед тем, как попасть на стену, мох обрабатывается раствором на основе глицерина. Так оно будет дольше выглядеть живым. Еще один плюс мха ягеля – за ним совершенно не нужно ухаживать. Хороший вариант для тех, кто постоянно в разъездах или просто забывает поливать цветы. Мох ягеля может прослужить вам до 7 лет, но только если вы будете содержать его в тени и достаточной влажности. Прямые лучи жаркого солнца – губительны для растения. Стабилизированный мох – ягель. На сегодняшний день это один из самых универсальных и интереснейших материалов для изысканных интерьерных решений. Цветовая палитра очень широкая, и поэтому можно поиграть с этими цветами так, как душе угодно. Вот только смонтировать панно на стену и есть самое сложное. Перед началом сборки вашей живой конструкции нужно поддерживать мох во влажном состоянии. У растения вручную нужно подрезать корни, расправить пучки и с помощью горячего клея прикрепить на твердую основу. На весь процесс у нас уйдет полтора часа. Лайфхак программы «Это ремонт». Из мха мы сделаем стильное декоративное дерево счастья или топиарий. В европейской флористике он используется уже давно, в России же интерьерная новинка. Нам понадобятся шар из пенопласта, сухой гипс, ветви орешника, вода, горячий клей, китайские палочки, ведро и ложка. Начнем мы с того, что закрепим нашу основу на декоративных палочках орешника. Их будет у нас несколько, да? Да, их будет у нас несколько, создадим эффект того, что росли несколько стволов и потом сплелись в одну крону. В отверстие шара заливаем горячий клей и сразу же вставляем туда декоративные ветви орешника. Далее нам нужно закрепить нашу основу в приготовленных нами горшочках. Для этого нам потребуется гипс, разведенный в воде. Гипс добавляем в воду на глаз, тщательно размешивая каждую порцию. Разводим до консистенции сметаны. Заливать гипс в горшочки нужно быстро, чтобы консистенция не успела застыть. Расправляем ножки дерева и выдерживаем некоторое время. Гипс уже застыл. Теперь можно приступать к декорированию. Как мы будем это делать? Пучки желательно располагать плотнее друг к другу. Начинаем оклеивание с любой стороны. Наносим горячий клей и плотно прижимаем пучок. Ждем, пока клей складывается. Итак, шаг за шагом клеим разноцветные пучки мха. Вот где простор для творчества. Работая с горячим клеем, будьте осторожны. При попадании на тело он не смывается, а, к сожалению, сходит только вместе с кожей. Новички, надевайте перчатки. Наши деревья станут не только красивым украшением интерьера, но также станут прекрасным индикатором влажности, потому как мох реагирует на влажность в помещении. Итак, всего за час можно сделать такое прекрасное деревце. Для этого вам понадобится немного терпения, воображения и хорошего настроения. Вы также можете экспериментировать с формой вашего предмета интерьера, а также с цветом. Возвращаемся в Гурсуп и доводим интерьер до ума. Развешиваем картины из деревянных досок. Логотип из мха помещаем в самый центр на белую стену. У входа приделываем полочки. На них мы поставим флорариумы. Это еще один популярный вариант декора с использованием растений и цветов внутри различных по форме стеклянных емкостей. На глазах помещение гастробара преображается. В это время специалист интерьерного салона «Верде декор Елена» берется за сложное ручное оформление с зеркалом «Хом». Процесс трудоемкий, но не такой долгий. Наш специалист потратит полтора часа на создание фитостены. За счет того, что мы расположили мох на зеркале, создается ощущение, что его в два раза больше. Отражение увеличивает объем декора и придает интерьеру сочности. На улице лето, а это значит Гурсуп будет работать в формате кафе-беранды. Добро пожаловать! Ого себе! Миша, ну что, как? Все себе! Ну, потрясающе! Как впечатление? Все, настолько гармонило. Всего недели мы сдаем измененный объект шеф-повару. Теперь интерьер Гурсупа экологичный, природный и такой же, как и меню гастробара, необычный и оригинальный. Мы думали, как обыграть эту стену, но здесь вот просто даже никакого рисунка не надо. Настолько колоритно, настолько эстетично все это смотрится. Безумно, безумно приятно, уютно получилось и со вкусом. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин